всем привет это ольга швец видео будет о моем уходе и так слева направо аха пилинг аха кислоты значит что делать продукт он имеет гелеобразную консистенцию при нанесении лицо шею и зону декольте он размягчает вашу кожу то есть верхний ороговевший слой верхний ороговевший мертвый слой рекомендуется держать его там начинать 3-5 минут но я сейчас говорю об этом продукте спустя год я скажу скорее всего не потому что там кислота и вы сожжете кожу а потому что может быть индивидуальная непереносимость поэтому начинаете с 3-4 минут как они гарантируют вот такого флакончика вам хватит на месяц процедур и так верхникой и так верхний слой кожи размягчился благодаря этому препарату далее у нас вход идет тяжелая артиллерия всем полюбившийся замечательный скраб от чистой линии абрикосовые косточки и рядом ему в подмогу товарищ абрикосовые косточки для лица шеи зон декольте а мелкий товарищ мягкий скраб пойдет вокруг губ и верхний и нижний век только кожу сильно не тяните и так мы это сделали но мы на этом не останавливаемся мы берем пилинг скатка корейский продукт замечательный и повторяем процедуру то есть мы не останавливаемся на достигнутом мы берем пилинг и мы наносим его также на лицо шеи зоны декольте и мягкими движениями по массажным линиям вы увидите как еще то что не отвалилась после первого пилинга из краба начнет мощно отваливаться после него следующим номером нашей программы девочки и мальчики но если вы не хотите выглядеть как старый пень или старая перешница мы помассировали еще какую-то часть мертвых клеток которые просто на нашей коже как бы каждая первая то что мы трогаем это уже давно умерла но наша задача с возрастом просто помогать коже очищаться то что делает наш организм когда вы молоды нужно помогать нужно помогать и не вводить трупный яд под кожу ботокс кстати на основе его сделан ну так вот мы сделали эту процедуру и следующий шажок новосвит гиалуроновая кислота или гиалуроновый гель пользуюсь несколько дней эффект заметен могу рекомендовать я покупала всего за 99 рублей итак мы этот момент провернули и следующий момент лайфхак очень важно подмешивайте во все крема которыми вы пользуетесь после 45 точно масло виноградной косточки оно может быть любым можно купить в аптеке кстати приобретенной в аптеке будет в разы стоить дешевле чем то что предлагает тот или иной бренд под своей маркой по сути состав масла виноградной косточки он не меняется вполне возможно отдушка аккуратная пипетка остальное вы платите за бренд и так самый важный и самый нужный лайфхак не только для девочек и мальчиков но в первую очередь для девочек ву а ля девочки вам сейчас ничего не кажется я вам рекомендую мужской продукт да как бы странно это не звучало 45 плюс имейте в виду что в мужские бальзамы после бритья добавляется больше ухаживающих компонентов нежели в женские крема 45 плюс я иногда пользуюсь бальзамами мужскими потому что мужчина у нас как устроены вот я хочу видеть результат одного раза там ну максимум два три раза я потерплю а если я не увижу результаты я просто выброшу как бы мозг мужчины устроен так поэтому производители исходя из этих соображений в мужские продукты докладывают больше ухаживающих компонентов вот и все очень все просто до мужская душка она вполне возможно через какое-то время очень быстро улетучиться мужская душка через какое-то время разумеется быстро улетучиться а эффект останется вот проделав вот это вот все по шагам то что я показала перед тем как нанести макияж девочки 45 плюс вы сотрете со своего личика 10 лет запросто вот мне очень часто это что ты делала что ты колола ты делала блефоропластику да ничего я не делала сколько можно повторять просто подписывайтесь на мой канал чтобы быть в курсе таких важных и нужных казалось бы на первый взгляд мелочей но на самом деле эти советы очень важны они испробованы на собственной шкуре конечно очень банально смешно и нелепо звучат отзывы о анти эйджах кстати насчет анти эйджей девочки то что какой-то крем чудесным образом стирает возраст у меня плохие новости стирайте возраст механически они кремом потому что любой анти эйдж крем который действует сказочно содержат гормоны извините производители я открыла эту тайну всего хорошего пока а между прочим на гормоны подсаживаться нельзя ничего хорошего из этого не бывает а